Ни для кого не секрет, что в Китае есть достаточно много компаний, которые делают действительно хороший продукт. Видеорегистраторы от SDAM тому не исключение, но вот лично к этой модели у меня есть парочка претензий. Видеорегистратор GS63H по заявлению производителя снимает в разрешении 4К. Но если мы с вами откроем в характеристике вот этого же файла, то мы с вами увидим разрешение 2880 на 2160. Это конечно же не полноценные 4К, а вот интерполяция, что естественно немножко расстраивает. Но вспоминая цену в 5500 рублей, понимаешь, что за эти деньги в принципе это хорошее предложение. Ведь тут есть и вторая камера. Да, она немножко потрепалась во время доставки, но камера целая, и это самое главное. Также тут есть Wi-Fi, а значит мы сможем скачивать отснятые видео на смартфон и при необходимости отправлять их даже через соцсети или же мессенджеры, что довольно удобно. В целом устройство получилось довольно интересное, но как я уже говорил, не без минусов. И обо всем об этом мы поговорим с вами в этом обзоре. В комплектации нас ожидает 3-х метровый кабель питания USB-мини-USB, клипсы и лопатка для прокладки проводов, видеорегистратор и классическая присоска с возможностью поворачивать видеорегистратор на 360 градусов, вилка-прикуриватель и документация. Детально изучая видеорегистратор, хочется остановиться на моменте, что питание производится через мини-USB. И многие начнут сейчас возмущаться, мол, 23-й год, а тут даже не микро-USB. Но, друзья, мы не забываем про цену. А второе, зато тут есть HDMI, но не знаю, как вы им часто будете пользоваться. Экран у нас 2,45 дюйма и ниже основные клавиши управления. На следующей стороне слот под карты памяти до 128 гигабайт и клавиша включения-выключения. Объектив имеет угол обзора 170 градусов. На нижней же части отверстие для охлаждения процессора, а на верхний разъем для включения второй камеры и крепление для присоски. Хоть я и выбрал в меню русский язык, к сожалению, не все пункты получили перевод. Также немаловажный факт, который нужно вам знать, что когда мы подключаем вторую камеру, у нас основная камера перестает снимать в разрешении 4К. Она начинает снимать в разрешении Full HD 1920 на 1080. Это тоже учтите. Следующее, на чем хочется остановиться, это функция VDR. Ее обязательно включайте. Она позволяет яркие участки делать темнее, а темные светлее. Таким образом, читабельность видеофайлов становится гораздо лучше. Еще один момент, который хочется осветить, это распознавание движения. Если вы его активируете, то даже на заведенном автомобиле, если перед объективом ничего не будет двигаться, то есть нет никакого движения, то съемка прекратится. Я советую лично этот параметр отключить. Ниже – настройка чувствительности датчика удара и прочие классические настройки. Теперь перейдем во второй раздел, где располагается подключение через Wi-Fi. Остальные же пункты у вас точно не вызовут никаких вопросов. Итак, включаем Wi-Fi и на экране появляется точка доступа и пароль. Теперь скачиваем приложение из App Store или Google Play, которое так и называется – SDEM. После переходим в настройки Wi-Fi и подключаемся на телефоне к той сети, которую мы ранее видели на экране видеорегистратора. Все, теперь возвращаемся в приложение и видим, что синхронизация прошла успешно. Мы можем перейти в видео и посмотреть ранее отснятые видео. При необходимости можем, как я уже говорил ранее, скачать и отправить. И тут же у нас есть базовые настройки. Ну а теперь давайте посмотрим, как же снимает данный видеорегистратор днем и ночью. В это же время пробежимся по характеристикам. Процессор тут установлен на VATEC 96660, а матрица от компании Sony IMX335. Угол обзора – 170 градусов. Есть GPS-модуль, который фиксирует координаты, и после можно просмотреть свой маршрут и с какой скоростью вы двигались на том или ином участке дороги. Также есть G-сенсор, он же датчик удара, и Wi-Fi для синхронизации телефона с регистратором. Помимо этого, здесь внутри установлен еще аккумулятор 250 мАч. Ну что ж, давайте теперь, наверное, подведем итог. Если мы с вами сейчас все откинем замечания, которые прозвучали в этом обзоре, и они для вас не критичны, то в целом получилось достойное устройство, причем за очень вменяемые деньги. Поскольку я часто тестирую регистраторы по 5-10 устройств в месяц, поэтому я вижу те мелочи, которые вы можете не заметить, или они для вас будут не критичны. Но среди конкурентов, мне кажется, что за такую цену видео лучше на данный момент будет найти крайне сложно. Надеюсь, данный обзор был для вас полезен и интересен, ну и если это так, то поддержите лайком и комментарием. Всем удачи на дорогах!